Проект Сказала быстро, здрасте, и вошла, вздохнула, села в кресло, помолчала, потом сказала, щурясь от огня, вы старше, вы поопытнее меня, я за советом, я к вам прямо сбала. У нас был вечер песни и весны, и два студента в этой пестрой вьюге, не ведая, конечно, друг о друге, сказали мне о том, что влюблены, но для чужой души рентгена нет, я очень вашим мнением дорожу, кому мне верить, дайте мне совет, сейчас я вам о каждом расскажу. Но, видно, он не принял разговора, отбросил циркуль, опрокинул тушь и, глядя ей в наивные озера, сказал сердито, ерунда и чушь, мы не на рынке и не в магазине, совет вам нужен, вот вам мой совет, обоим завтра отвечайте нет, за тем, что чувства нет здесь и в помине, А вот, когда полюбите всерьез, поймете сами, если час пробьет, душа ответит на любой вопрос, а он все сам заметит и поймет. Окончив речь, уверенно и веско, он был немало удивлен, когда она, скачив, вдруг выпалила резко, все сам заметит, чушь и ерунда. Слегка, слегка оторопев от этих слов, он повернулся было для отпора, но встретил не наивные озера, а пару злых, отточенных клинков. Он сам поймет, вы так сейчас сказали, а если у него судачья кровь, а если там, где у людей любовь, здесь лишь проекты, балки и детали, он все поймет? А если он плевал, что в чьем-то сердце, то огонь, то дрожь, а если он не человек, чертеж, сухой пунктир, бездушный интеграл? На миг он замер, к полу пригвожден, затем потопись вспыхнул почему-то, она же, всхлипнув, повернулась круто и хлопнув дверью, выбежала вон. Весенний ветер в форточку ворвался, гудел, кружил, бумагами шуршал, а у стола бездушный интеграл, закрыв глаза, счастливо улыбался.